Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии. Александр Твердовский дали о том, что случилось в городе и области сегодня 6 октября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подельник Хаитова, 24-летний Александр Юревич, уже был приговорен к 7,5 годам колонии. И вот теперь дошла очередь до организатора преступной группы. Они друг друга не знали до сделки по продаже наркотических средств. Только в процессе незаконного сбыта они познакомились. И Хаитов проживал у Юревича целый месяц, чтобы гарантировать поставку наркотических средств в город Омск. Подельник Сухбатила Хаитова Александр Юревич обвинялся только в попытке сбыта запрещенных веществ. Самому Хаитову вменяется статья контрабанда наркотиков. За подобное деяние обвиняемому грозит до 20 лет колонии. Завтра областной суд вынесет приговор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокуратура направила в Первомайский районный суд уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Хабулды Шушубаева. Фигурант обвиняется по трем уголовным статьям. В растрате чужого имущества с использованием служебного положения, в мошенничестве в крупном размере и в незаконном получении кредита с причинением крупного ущерба. Так, с 2008 по 2013 год Шушубаев потратил не по назначению более 100 миллионов рублей, вложенных омечами в строительство жилья. По этому делу проходит более 300 потерпевших. Также в 2008 году депутат, будучи руководителем ЗАО корпорации Агротраст, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и незаконно возместил из бюджета налог на добавленную стоимость в размере около 900 тысяч рублей. Кроме того, компания Шушубаева по поддельным документам получила банковский кредит на сумму более 1 миллиарда рублей. В дальнейшем деньги не были возвращены. Вину в совершенных преступлениях Абулда Шушубаев не признал. В ближайшие дни оценку его действиям даст суд. Напомню, на днях фигурант был вновь избран депутатом ЗАГСа Брания. В случае вынесения обвинительного приговора его лишат мандата. В Тиврисском районе полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. На проселочной дороге сотрудники ГИБДД остановили грузовой Урал, перевозивший лес. При проверке документов инспектор заметил за водительским сидением приклад ружья. Когда у шофера спросили, перевозит ли он запрещенные предметы типа оружия или наркотиков, сельчанин ответил отказом. На место выехала оперативная группа. Полицейские в присутствии понятых изъяли мелкокалиберное ружье ТОС и 18 патронов к нему. 42-летний водитель пояснил, что винтовка досталась ему по наследству от деда. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы. Теперь сельчанину грозит до 4 лет лишения свободы. Кстати, в 70-х годах прошлого века подобные ружья продавались в обыкновенных магазинах и на них не требовалось документов. Согласно новому законодательству, незарегистрированное оружие подлежит изъятию, а его владельцу грозит уголовная ответственность. В случае добровольной сдачи ствола заявителю выплачивается денежная премия. С начала года почти 400 мячей привлечены к ответственности за неуплату штрафов ГИБДД. Полицейские отмечают низкую дисциплину водителей на дороге, а также нежелание нарушителей платить за свои грехи. В связи с этим сотрудники УВД провели акцию в здании межрайонного отдела регистрации транспортных средств. Всех пришедших ставить или снимать машину с учета проверяли на наличие задолженности. Инспекторы напоминают, что штраф должен быть оплачен в течение двух месяцев. В противном случае материалы передаются судебным приставам. За уклонение грозит дополнительная ответственность. Штраф в двухкратном размере, но не менее 1000 рублей, либо 50 часов обязательных работ, либо 15 суток ареста. Если должник вдруг решит обратиться в государственный орган, его могут припроводить в суд для определения размера наказания. В случае несвоевременно оплаченных штрафов сотрудники госавтоинспекции уполномочены на составление административных материалов и припровождении ваших судебных органов для решения санкций по данной статье. Это могут явиться сотрудники ДПС при остановке вас за нарушение правил дорожного движения и проверки по базам. Это могут быть сотрудники регистрационных подразделений госавтоинспекции, либо любой другой сотрудник государственной инспекции уполномочены на составление данных материалов. Под Омском бойцы МЧС спасали пострадавших в результате аварии трех автомобилей. По легенде учений на трассе Омск-Новосибирск столкнулись рейсовый автобус и КАМАЗ. Кроме того, в результате ДТП между большегрузами оказался зажат легковой автомобиль. Задача спасателей – оказать первую помощь пострадавшим и восстановить движение на оживленной трассе. В результате столкновения автобуса, легкового автомобиля и автомобиля КАМАЗ произошло зажатие двух пострадавших в легковом автомобиле. Силами роста и спас произведено извлечение пострадавших и перевезены в медицинское учреждение. Остальные пострадавшие были переведены в пункты обогрева, где им оказана медицинская помощь. По легенде после столкновения КАМАЗ загорелся. Пожарные справились с огнем за считанные секунды. С помощью пневматической подушки спасатели приподняли автобус, чтобы освободить для движения проезжую часть. Пассажиров перевели в пункты обогрева, где людям оказали первую медицинскую и психологическую помощь, а также предложили горячий чай. В итоге спасатели с поставленной задачей справились. И надо отдать должное в реальных ДТП, которые случаются в городе. Как правило, сотрудники МЧС на месте происшествия оказываются первыми. Правда, чай не наливают. Наша телезрительница Наталья Серянина прислала в редакцию ролик, на котором снят неопознанный движущийся объект. Действие происходит на проселочной дороге. Перед машиной с регистратором едет то ли лодка, то ли трехколесный велосипед. Судя по дыму из выхлопной трубы, устройство имеет двигатель внутреннего сгорания. На заднем стекле наклеен знак ограничения скорости 20. Государственные знаки у аппарата отсутствуют. Надеемся, автор ролика свяжется с нами и расскажет подробности этой истории. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе Жесть ВКонтакте. Всего доброго, до встречи.